В минувшие выходные на стадионе автокрана состоялся второй тур гран-при Кубка Золотого Кольца по регби 7. В новом олимпийском формате ивановские команды начали играть только с этого сезона. У нас сегодня заявилось на данный турнир 5 команд. Это мужчин и 3 команды женщин. То есть команды мужчин приехали из города Нижний Новгород, город Ярославль, город Кострома, город Иваново. То есть достаточно география обширная. Поэтому по женщинам у нас приехали команды из города Москвы, город Ярославль и город Иваново, команда Феникс представляет женский коллектив. Феникс команда очень молодая, девушки еще не до конца сыграны, поэтому на турнирах им приходится непросто. Очень удачно, что первыми сражения начали команды из Ярославля и Москвы. Ивановские спортсменки смогли оценить противников. Мы команду собрали два месяца назад. С этого времени мы начали готовиться к турниру, выступали на пляжном регби. Там показали хороший результат и сейчас мы достаточно хорошо готовы. У нас в команде 8 человек, в регби 7 играть. Нам достаточно сложно, потому что у нас всего лишь одна замена. Женский коллектив московской ЦСКА против флагмана. Спортсменки уже сталкивались на пляжном турнире. Но одно дело почти товарищеский матч и совсем другое – второй этап гран-при Золотого кольца. Здесь играют жестко. Флагман решительно обошел ЦСКА. На самом деле я не могу сказать, что было сложно. Просто мы проделали долгий путь. Мы ехали из Москвы на автобусе и попали в пробку. На самом деле, даже не знаю, что сказать. Наверное, нам нужно тренироваться просто. Мы только начали, у нас появился очень хороший тренер. Благодаря нему мы растем. По итогам женского турнира третье место получили «Фениксов». Второе досталось московским спортсменкам, а победу одержала сборная ярославской команды «Флагман». Сейчас задача была обыграть новеньких. Мы приехали из Ярославля, у нас было 7 человек. И плюс несколько человек за нас играло из Иваново. Девочки новые, мы постарались всех выпустить в основное время. У нас это получилось. Борьба за первое место среди мужских. Команд не менее серьезная. Ивановские акулы настроены решительно. Несмотря на значительный перерыв в тренировках, стартовали ребята бодро. И уже на первой же встрече обыграли соперников. Мы играли со «Спарта», это город Кострома. Неплохая команда, но довольно-таки молодая. Поэтому это очень хорошо, что она была разминочная, не очень сложная. Первый счет всегда, конечно, радует. И чем больше, тем лучше. Радовал акул счет и в последующие выходы на поле. По очкам ивановцы сравнялись с ярославским «Флагманом». Довольно сильным противником. По регламенту турнира при равенстве очков побеждает команда, занесшая больше попыток. А уж здесь белым акулам нет равных. Кубок домашнего этапа Гран-при Золотого кольца оказался в руках ивановских спортсменов.